Всем привет, друзья! Ну что, новый день? Я в Акрополе. Я приехала в Зару сдавать эти две куртки. Так что эпопея с куртками продолжается. Кстати, если... Ох, какое платье! Смотрите, красивое. В таком очень этническом стиле. Если верить тому, что каждые три недели в Заре меняется полностью коллекция, то... Красивый цвет какой, да? Это брючки и курточка. То, собственно говоря, сейчас получается, что новая коллекция в магазине. И вот очень красивая, посмотрите. Ждала куртки. Хочу вам включилась, показать, что я сегодня надела. Брюки или штаны. Новый джемпер, который я не вчера купила на днях в Добало. Я ездила в РДА. Там у них открылся новый магазин. Ну, как новый. После реконструкции там немножечко товар поменялся. И вот там же я купила. Кстати, на втором канале про покупки и вообще про примерки. Последний ролик. Я подвернула рукав. Он длинноват. Знаете, внутрь. Но мне не очень нравится. Я не знаю, что делать. Вот ширина мне не очень нравится у джемпера. И, может быть, даже длина немножечко как-то. Нет, длина, наверное, все-таки хороша. Мне очень понравилась расцветка. Почему я его купила? Два с копейками он стоил. Очень красивый ворот. Вы знаете, ну, в общем. И идеально подходит к этим брюкам. И, кстати, сумка тоже очень хорошо под этот образ идет. Не стала вам снимать отдельно ролик. Хотя я знаю, что он очень популярный. И мне вообще тоже очень нравится. Ну, и, кстати, я... У меня очень много бижутерии. Но я так и не придумала, что же все-таки под здесь из бижутерии. Наверное, здесь что-то было бы такое, знаете, в этническом стиле. Какие-то бусики, может быть, такие под дерево. Ой, ну, в общем, вот. Расцветка просто шикардос. Ну, и по размеру тоже он хорошо. Так, вот, знаете, раз. Наверное, супер. Ладно, пойдемте. Я все-таки сдала эти куртки. Совершенно спокойно. За одну куртку вернули деньги. Вот то, что я купила здесь. Кстати, вот эти куртки появились. Все размеры. Наверняка, да? Ну, да, эти куртки. Так вот, заодно вернули сразу деньги здесь же. А за второе, то, что я купила маленькую в интернет-магазине, в течение десяти рабочих дней, должны прийти, должны денежки прийти на банковский счет. Какое все яркое, смотрите, красивое, яркое. Я спросила у девушки-продавца, ну, как бы, я знаю такую информацию, что каждые три недели полностью меняется коллекция в Заре. Я спросила, как бы, правда ли это. Она сказала, что два раза в неделю какие-то новые поступления. То есть нет такого, что вот раз в три недели, а два раза в неделю у них поступления. какие-то, ну, вот, новинки. И на самом деле, вот три недели назад я была, когда покупала. И сейчас я вижу много, что интересного, много нового. Вот эта куртка, ее в прошлый раз не было. Она, знаете, такой довольно хорошая модель. Это даже, скорее, знаете, как куртка-рубашка. В принципе, можно было бы ее помирить, но все-таки хочется. Так, цена. Где цена? Сейчас найдем цену. 30-40 евро. Два цвета. Такой бежевый и серебристый. Ну, в принципе, на лето, да, вот как было бы неплохо. Но все-таки, наверное, хочется. Мне такое, как стеганое что-то. Что-то я, знаете, к этому стеганому, к стеганой модели совсем что-то прилепилось. Ладно, пойдемте где-нибудь еще в какой-нибудь магазин. Зайдем парочку, посмотрим. Прикольно по торговому центру гулять, знаете. Такой, людей посмотреть, себя показать. Я зашла в магазин Paul Bear, как-то так называется. И увидела мужские рубашки в стиле маримека. Вот реально, если бы я... Как же этот магазин называется? Paul Bear. Так, видно вам? Видно? Вот такие рубашки в стиле маримека. И вот это тоже стиль маримека, стопроцентный. Стопроцентный стиль маримека. 26 евро. Если бы я не знала, что маримека у нас просто не продается в Риге, я бы, знаете, подумала бы сразу, что это маримека. Я зашла в очень интересный магазин. И вам показываю, рассказываю. Посмотрите, какие классные я нашла. Босоножки или что это... Вот как это называется? Ну и, в общем, я их меряю, вам рассказываю. Магазин Скалине. И в результате я начинаю монтировать. Меня YouTube банит за музыку. Ну, не обидно ли, друзья? Пришлось все перемонтировать. Магазин Резерв... Я постоянно... Не могу произнести. Для меня Резервет и все. Это так же самое, знаете, как с байкой. Худи, свитшот. А, все равно байка. Ну, вот, смотрите, какая хорошая курточка. Ну, опять коротенькая. Так, очень хорошая. 36 евро. Цвет хороший. Модель классная. Но опять короткая. Сумочка от Томми Хилфигера. 120 евро. Сумка Гэс. 106 евро. Еще одна сумка. Томми Хилфигер. Сейчас найду, сколько стоит. 80 евро. Вместительная и легкая. В Акрополе есть саламандр. Ну, мы с вами уже сюда заходили. В общем, я... Что подумала, друзья? Я зашла, и здесь есть... Вот эти кроссовки, которые на мне. Которые я купила в Эстонии. Я подумала, что надо вторую пару купить. Они настолько удобные. Осталось всего два размера. Вот 39 и 36. Это новая пара. Конечно, мои уже довольно растоптанные. Ну, знаете, по ноге. Ну, тот же размер. На правой ноге немножко есть дефект. Вот там около подошвы, знаете, как клей. Продавец сказал, что попробует почистить. Ну, в общем, я думаю, что мне надо... Нужно купить вторую пару. Во-первых, их менять. Конечно, они хорошо чистятся. Я, например, свои сегодня почистила. Мицеллярной водой. Спасибо большое всем, кто рассказал про мицеллярную воду. Идеальный вариант. И потом просто краской покрасила. Конечно, сейчас достаточно плотно на ноге. Но ничего. Кожа мягкая. Модель уже известная. Ну, а осенью, если будет, как бы, может быть, такие же черные, например. Или темно-синие. Потому что хождение по магазинам. А так куплю, если что, у Кати. У Кати такой же размер, как у меня. Будут ей тогда. Если, как бы, на следующий год. Не работает терминал в магазине. Пришлось идти за наличиками. Ну, что я купила. Вторую пару. Типа, знаете, я запасливая. Поэтому уже на следующий год, чтобы не париться. Купила уже обувь. Гедовую арену чистят. Мимо шла вот как раз Саламандра. Заканчивалась. Заканчивалась игра. Поднимемся с вами на второй этаж. Там есть такая кафешка. Я уже который раз приезжаю. Хочу в нее зайти. Перекусить. Там очень красиво выглядят закуски. Десерты. Называется... В общем, прочитайте сами, пожалуйста. Я, скорее всего, шаттель, как кафе-ресторан. Здесь очень интересная сама по себе система. Ты берешь поднос и идешь, там что-то набираешь. Готовится в ВОК. Здесь десерты очень красивые. Посмотрите, какие шикарные десерты. Недешево. Да. Скажу вам, что недешево. Вот салатик, например. Вот такой вот здесь. Салат Цезарь. 5,90. Хотя 5,90. Вот. И там вот десерты. Сейчас я вам покажу. Красивые. У меня аж, знаете. 2,40. Такой десерт в леду. Евро 65. Но я все равно сейчас, вот не знаю. Без пенамуссар, манго. Это творожный мусс, манго, мэрци, соус. Или кофе с умел на бальзама, крем с арземинью, мэрци. Кофейный, кофейный с черным бальзамом крем с... Господи, мэрци, мэрци. Сейчас я... Соус. Соус из клубники. Или тут, посмотрите. Орео десерт. В общем, очень вкусно. Все выглядит. Сейчас возьму десерт. Сяду с вами, поболтаем. Вот такой очень атмосферный кафешка. Ресторанчик. Я приехала довольно поздно в Акрополь. Я полдня занималась дома, монтировала влог на завтра. И надо еще один смонтировать ролик на второй канал. Но уже сегодня поленюсь, потому что время почти 8 вечера. Торговый центр до 9. Ну, в общем, я успею. Пока еще не пробовала этот десерт, решила с вами поболтать уже и тогда покушать. Так вот, по поводу Таллина. Я все никак, знаете, не могу вам рассказать все-таки, что там с Таллином-то. Мы с вами едем с 27 мая по 29 мая. Мы с вами будем в Таллине. Почему именно эти числа? В это время в Таллине будет проходить что-то типа майского графа. То есть какой-то, я не знаю, фестиваль или что. Он проходит там тоже каждый год, как-то называется. Но я не знаю название. Так вот, единственное, что очень печально, то, что меня приглашала Ирина Коняшкина. У них первый в этом сезоне квартирник в Йормале, в Пегаса Пиос. Но между ними выбирать. Знаете, как квартирник будет уже регулярно в этом году. А вот это мероприятие в Таллине, оно раз в год проходит. Очень большое. Так, знаете, приезжает очень много гостей. Ну вот, я заранее уже, я забронировала отель в том хостеле, в котором я была не в этом году, где мне не понравилось. Где, знаете, вот там две ночи я практически не спала. А в прошлом году я была в том хостеле, по-моему, даже два раза. Да, мне кажется, два раза я там была. Он немножко на отшибе и прямо рядом со старым городом. Там на эти числа нет вообще мест. И я, знаете, засомневалась вообще, а есть ли там вообще места. Возможно, там сейчас разместили беженцев. Возможно. Потому что там есть отдельные номера, ну не один, а двухместные с отдельной ванной. А так вообще там были 5-6 с кухней внизу. Поэтому, в общем, ну нет. Единственное, еще может быть, потому что как раз-таки вот наплыв гостей в эти числа на это мероприятие. И, возможно, поэтому там как бы нет мест. Ну да ладно. Я сняла номер тоже. Он как-то вроде отель называется. Но все равно как хостел. Потому что там номера с номера. Отдельный номер двухместный. Ну, туалет общий. Но я так не хочу. Я никогда так, ну как бы. Только вот в Петербурге я была в хостеле, там где туалет общий. Я сняла номер двухместный. С видом на море. Прям на какой-то, наверное, как клуб ригатный. Сто евро за две ночи. То есть получилось сутки 50 евро. Заезжаю 27-го, выезжаю 29-го. Значит, 27-го 7 утра я отъезжаю. И в 11 уже там погулять как раз. Потом заселиться в отель. Вот. А 29-го в 11 утра ты должен освободить номер. 6 вечера у меня автобус. Так что я замечательно успею погулять. Главное, чтобы погода не подкачала, друзья. Опять-таки новые места. Я не знаю. Мне не хочется новые места изучать, если честно. Если только, конечно, вот на море. Хочу обязательно с вами прогуляемся. Но опять-таки, чтобы погода была. Возьму, знаете, так утеплюсь. Возьму этот капор. В общем, утеплюсь. Вот. Так что... А, и что еще? Важно, что я купила в этот раз билет не за 17 евро на автобус, а за 28. Я подумала, гулять-то гулять. Но за эти деньги, за 28 евро, я буду ехать, знаете, как королевишна. Я в прошлом году, когда ехала, только заметила, что в Люкс-экспресс теперь разделен автобус на две части. И я, знаете, за шторку заглянула в второй части. И... А, я ехала там обратно. Вот когда я ездила на один день, я ехала там. Потому что, в общем, там, знаете, очень комфортно. Но когда поедем, я вам покажу. Но я когда на один день ездила погулять, вот недавно, на обратном пути, там было вообще пусто. И я водителя подошла и попросила, а там, где я сидела, рядом сидел человек. И я подошла к водителю и попросила, скажите, а можно мне вот там туда пересесть? Потому что там, ну, пусто. Водитель разрешил, сказал, ну, ладно, идите, занимайте. Вот, там очень комфортно, там можно классно даже, возможно, подремать. И по совету продавца в Саламандру нужно сходить в Максиму и купить средства. А средства, знаете, для, универсальная, для того, чтобы обувь, ну, и не только обувь, возможно, и сумки тоже, и кожа, и замша, для того, чтобы вода, вот, ну, как, когда, знаете, вот под дождь, в общем, помнили вы меня, друзья, я надеюсь, я думаю, вот, средства водоотталкивающие, вот. вот, и оно, продавец сказала, что в Максиме, в очень большом ассортименте, представлено, у них даже такого нет ассортимента, как есть в Максиме, именно средств от саламандр. Она мне рассказала, как должно выглядеть, поэтому сейчас пойдемте купим. Знаете, это очень актуально. Очень большой магазин, теперь надо понимать, где вообще найти это средство. я довольно быстро нашла отдел, ну, такую часть отдела, маленькую, где всякое разное, вот тут разные саламандр, средства. Женщина сказала продавец, что должно быть большой. И там нарисован человечек с зонтиком. Человечек с зонтиком. Вы знаете, здесь вроде нигде нет человечка с зонтиком. Пошла. Защита до 15 дней от влаги. Зонтика нет, но вот в общем нашла. Так, а сколько стоит? 7,39. Я думаю, что такое надо все-таки средство. 300 миллилитров. И оно бесцветное. Универсальное, видите? предотвращает... Предотвращает... Блин, вот не вижу через камеру. Плохо, вернее, вижу. Предотвращает появление снежных и соляных солевых разводов. Я, кстати, хотела зайти как раз в Максиму. купить водичку. Посмотреть. Потому что она пропала во всех практически магазинах. Она была в Риме, в Мега и в Максиме. И сейчас, кстати, для Кузьмы корм по акции нет ничего. Ну, ладно, у него еще есть. У него есть и тушенка. Ой, паштет, вернее, такой. Знаете, 70 центов. Подорожало. Все, друзья, дорожает. Это просто трензи. Ну, вот. Так, что-то я говорила, говорила. А, и я так видела, что в Максиме еще, в кое-каких Максимах эта водичка есть. Если я ее куплю, я вам покажу, что за водичка. Куда теперь направляться, даже не знаю. Я зубную пасту я что-же не купила. Так, Сенс Адайн. Кстати, здесь 4,99. Ничего себе. Была 10,98. А сейчас так ее... это даже двойная видите. Я, кстати, Сенс Адайн покупала тоже двойную. Совсем дешево. это с картой. У меня нет по ДС карте. А здесь вот, видите, по одной 3,59. Тоже акция. И не надо карточку Римчик. Ой, Максимум. У меня нету карточки. Это как раз то, что мы... то, что я смотрела, вам показывала в... Дрогасе. Тут еще какие-то... Много разных Сенс Адайн и все по акции. Ну да. Весь Сенс Адайн по акции. Смотрите, какой-то новый. Прямо таким... не знаю. Может быть, этот взять. 4,79 была. 7,35. Так выглядит, знаете, вот как блеск. Типа того. Боже, я так мелко вообще ничего не вижу, чтобы прочитать. Так, здесь 75 миллилитров, а здесь тратата... тоже 75. Не знаю, может, этот попробовать. Я нашла другую, друзья. Мне в комментариях говорили про эту, по-моему, LMX. Я никогда ее не рассматривала в покупке. Но вот сказали, что она опять-таки может попробовать. Я думаю, что я вот эту возьму. Попробовать. 3,99 вместо 5,39. Конечно, вот это лучше. Я не знаю, в чем разница, если честно. Оранжевая написана кариес, а это... Ладно, возьму вот эту. Боже мой, слушайте, я как, знаете, не знаю, как я что выбираю. Знаете, она что-то подорожала, а она что-то нет. Вот, например, майонез, самый вкусный, ну, это я так думаю, что самый вкусный майонез провансаль. Он, кстати, даже евро 0,6, за последнее время не подорожала. И вот я беру эту сметану, она тоже не подорожала, евро 89. Поэтому трудно сказать, на что подорожали цены, а на что нет. Все, друзья, я иду на кассу. Купила, взяла зубную пасту и средства для обуви. сейчас иду на кассу и все, уже домой. Спасибо вам большое за просмотр, друзья. Мира и добра. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok